Добрый вечер, уважаемые участники. Мы рады вас приветствовать на очередной лекции нашего онлайн-курса «Финоугры России в 20 веке. Язык, права человека, власть». Спасибо всем тем, кто нашел время и возможность присоединиться сегодня к нашей лекции. Кратко напомню, это Мафун Академия, образовательная программа Молодежной ассоциации финно-угорских народов. Мы разработали такой комплексный курс по истории финноугров России 20 века, где обсуждаем разные вопросы, связанные с тем, как глобальные преобразования 20 века, какие-то глобальные процессы, какое они имели влияние на финно-угорские народы России, и какое они получили преломление для финно-угорских народов России. Наш курс состоит из условных двух тематических блоков, такого исторического и тематического, где мы будем смотреть на финноугров России 20 века под углом разных дисциплин, социологии, демографии, лингвистики. И сейчас, по сути, у нас такая как бы итоговая лекция, которая подводит некий итог такой исторической части. Мы будем говорить о 90-х, нулевых годах, мы будем говорить о национальных движениях, о том небольшом периоде национального ренессанса, после 60-ти лет советской власти, когда финно-угры снова получили возможность сформулировать свои общественные требования, сформировать какую-то повестку, с которой выйти к власти, пытаться организовать диалог с властью и так далее. И сегодня у нас совместная такая лекция из двух частей. У нас два докладчика. Темы связанные между собой, но тем не менее самостоятельные. Первая тема — это национальные движения финно-угорских народов 90-х, конца 80-х, 90-х, начало нулевых годов. Вторая тема — это всемирные финно-угорские конгрессы примерно этого же периода. Наш первый докладчик — это историк, общественный деятель и советник общества Финаукрия Як Прозес. Наш второй докладчик — это член консультативного комитета Всемирного конгресса финно-угорских народов от Эстонии Андрес Хейнапу. Он также в прошлом был депутатом эстонского парламента. И он будет рассказывать как раз о всемирном финно-угорском движении, о его рестарте в 90-е годы, после того, как к нему присоединились финно-угры из России. И он будет говорить о таком важнейшем институте финно-угорского движения, как всемирные финно-угорские конгрессы, которые имели представительство на самом высоком политическом уровне. Ну что ж, давайте тогда приступим, и я передаю слово Якуб Розесу. Здравствуйте. Я буду тогда говорить о национальных движениях финно-угорских народов, и думал, как я буду это сделать, или вначале сразу говорю о общем, или возьму каждый народ тельно. Но поскольку у меня временный ресурс был чуть ограничен, поэтому решил идти по простому пути, и тогда говорю о каждом народе тельно. Вначале думал так, что буду просто говорить о 80-х или 90-х годах, но все-таки так, что каждый истерический процесс или момент имеет свои корни. И если мы посмотрим историю движения финно-угорских народов, тогда тоже очень хорошо видно, что эти национальные движения, они обращаются в сторону прошлое, в этом плане они указывают на это, что они не создадут совсем новых организаций, что эти организации существовали, например, в годах 1917-20-х годах. И поэтому, если я буду говорить о каждом народе тельно, тогда я сетки в Перу начало, вот именно из этих времен. И теперь я, например, буду говорить о народах, которые там ханты лиманси. Сотаки, ну это довольно сложная теема. И это требует очень много времени. Поэтому я останавливаю на этих финно-угорских народов, которые имеют свою республику в виде автономии. Так что, первых, Карелы. Но чем здесь, может быть, различия и особенности? Я так и буду о различиях и особенностях говорить о каждом народе тельно. Если мы смотрим, как организовались Карелы, тогда мы видим здесь, что у Карелы национальная организация появилась очень рано. Уже 1906 год был союз, организован союз Пеломорских в Карелы, в городе, ваше. И безусловно, надо сказать, что это ведомство, здесь может быть, ну, может быть, может быть, нет вопросов, а действительно были ли Карелы готовы самостоятельно создавать свою национальную организацию. Так что, ну, это не совсем простой вопрос, потому что, если действительно мы смотрим членов союза Пеломорских Карел, тогда можно сказать, что 3-4 части из этих людей были по национальности Финны и 1-4 часть Карелы. Но особенность была в этом, что если у других финно-угорских народов в начале национального движения были, ну, например, люди, которые священники, например, или учители земских школ. Тогда у Карелов очень интересно, что эти были такие люди, которые занимались, типа как коробники назывались торговцы, которые торговали с томском языке, есть слово «харюск», типа такой. И, конечно, эти люди, ну, имели определенный такой капитал и помощь финнов организовались довольно так, ну, скажем, четко. И, конечно, самые важные вопросы, что были у них, эти были вопросы, связанные с образованием, но там были важные вопросы, связанные с религией и, конечно, ну, национального языка. И, ну, эта организация не так уж долго существовала. И понятно, что царское правительство или царская Россия не относилась к этому организации не как хорошо. Прежде всего были против православные священники, что финны оторвают Карелов от, ну, такой, свой нормальный окружающий среды. Так что эта организация существовала пару лет только. И после этого, когда этого организации не стало, тогда следующая организация, к которому надо обратить внимание, это было Карельское просветительское общество. И этот организация уже была более серьезнее. И этот организация, кстати, поставил уже такие, можно сказать, не только вопрос образования, как вид над из этого названия, а там были вопросы, например, кому принадлежат, например, природные ресурсы. Кроме этого они представили определенные такой проект-конституции даже. Карели. Так что этот организация имеет довольно такие, ну, скажем, такие радикальные цели и задачи. И Карели, конечно, табилиз, к этому, что, может быть, другие народы нетабилиз, например, создание или формирование временного правительства, Карельское временное правительство Вухтуа. И которого, кстати, и финское государство поддерживал. Так что, конечно, возникнет здесь вопрос, но, наверное, они не могли этого всего делать, если не существовало финского национального движения или финского государства, независимость которого признал РСФСР. Так что Карельское движение надо посмотреть контекст, как развиваются разные силы Финляндии, как идет борьба белых и красных. И здесь очень много таких интересных вопросов или моментов, которые другие финогурские народы не могли иметь. Ну, например, Карелы могли, например, формировать свои национальные войска даже. Но здесь очень много таких интересных вопросов, что касается национального движения Карелы. И здесь надо, конечно, сказать еще об этом, что я имею в виду здесь, если я говорю вообще о национальных движениях. Я сейчас прежде всего все-таки говорю о этих организациях, которые это один часть этого национального движения. Я не так уж много буду говорить о этих людей, которые были такие передвижники. Это движение, которое, ну, надо тоже об этом говорить, но просто временного ресурса не хватает. Что касается отдельно еще Карелы, здесь очень важный вопрос, тартусский мир между Финляндии и Россией, который был подписан в ноябре 2020 году, где тогда Российская федерация обещал Карелы автономию и очень много еще чего он обещал и своих обещаний, конечно, не выполнял. И поэтому после этого, например, 2021-2021 год были такие карелские такие vastания и очень много населения из Карелы, Карелы убежал Финляндию и вообще даже если сегодня говорит, что Финляндия минимум пол миллиона человек, которые имеют такие карелские корни. они все беженцы из Карелии на разных этапах. Ну, вы знаете, очень много Карелий ведь сюда, Финляндию, пришел и после зимней войны. Так, теперь посмотрим карельское движение 80-е года. И здесь очень много такого интересного. Я в своей жизни очень много размыслял об этом, но все-таки какие фенугорские народы, например, организовались самые раньше или какие фенугорские народы могли достичь своем движении, может быть, самых больших успехов или как все-таки все это фенугорское движение начиналось. Я должен сказать, что здесь очень много такого интересного и загадочного и очень интересные моменты, например, что творится вокруг вебсов. Иногда, я думаю, может быть, надо думать о национальном движении, если мы посмотрим фенугорских народов на примере вебсов, которые уже, скажем, в 87-м году они организовывают свой национальный праздник «Элон-Буу». И которые представили весьма интересные такие требования и моменты, почему, что «Элон-Буу» праздник, состоится из этого, что во время переписи 79-го года оказывалось, что не читали по переписи вебсов в Карельской области, не Карельской области, а Ленинградской области и в Вологде, в Вологде. Потому что это типа гост об этом не говорили, читали только вебсов, которые живут в Карелии. И поэтому эта конференция, которая тогда была организована во время уже «Элон-Буу», там приняли такой документ, резолюция, где было несколько пунктов для этого, которые означали, как сохранить национальную культуру вебсов и развивать этого. И там, например, был и пункт восстановления, например, свою культурную автономию. Раньше у вебсов 30-е годы был свой национальный округ. И вот эта резолюция по вебским вопросам эту отправили в Москву, где он попал в руки академика Дмитрия Лихачева, который в то время возглавил фонд культуры Советского Союза. Эту резолюцию Лихачев отправил везде. Попал совет министров РСФСР. И тогда этот вопрос отправили для решения в Карелию. И тогда уже карельское правительство посмотрело, что Москва дает такие указания, что эти вопросы вебсов очень серьезные. И они решили вот этот 88-й год, октябрь, организовать такую конференцию по проблемам сохранения языка и культуры вебсов. И что интересно, из этого конференции, как это проводится, делают свои такие выводы Карелии и Коми. Так что прикрывая научность, это национальное движение, мог дальше развиваться не сразу, поставить требования на счет сохранения языка и культуры, а давайте научно практически подходим этому вопросу. И там, кстати, было принято решение создать вебское общество, которое в 88-м году, конечно, не создали, создали в 89-м году. Но все-таки де-факто решение, что создается такое общество, это было принято. И тогда на этом примере этого вебской организации тогда появился вот уже такое Майя общество карельской культуры, которое очень интересно, что была научно-практическая конференция. Конференция закончилась, обсуждали разные вопросы, но конференция была совершена. И тогда, я не помню, кто вставал, сказал, что кто хочет организовать общество, пусть остается в зале. И так было принято создать общество карельской культуры председателем Пек Казайков, который стал. Но Пек Казайков – это человек не случайный. И вообще можно на примере этого Пек Казайкова сказать, что движение финно-угорских народов на конец 80-х годах очень важный роль имели имена лингвисты, фенугристы, потому что эти люди очень прекрасно видели, какие процессы происходят их национальными языками. И конечно, в 89-м году, когда это уже становится ясным данным и переписи финно-угорских народов, которые показывают довольно сильную ассимиляцию, которая происходит, и конечно, волнуют эти вопросы национальной интеллигенции. И первом плане, ну, эти требования финно-угорских народов не так, ну, ничего там такого радикального или сильно политического не было. Прежде всего эти разные такие вопросы или проблемы касались именно вопросов культуры, языка. Ну, Карель, конечно, и вопрос о азбуке, например. Сразу, конечно, почти сразу проблема, как делать так, что Карельский язык имел какой-то статус в республике. Чуть позднее появятся, ну, такие более радикальные, например, вопросы, вопросы об, например, суверенитете. Тогда в 1991 году появится Организация Движения Карельского народа, но которая уже более такая радикальная, можно сказать, организация, которая очень интересна, которая, может быть, не так уж много поднял вопросов сохранения карельского языка. Они считали, что карельский язык это бессмысленно с этим делом заняться. Очень многие из них говорили об этом, что надо переходить на финский язык. И там очень много уже таких более политизированных таких вопросов, что касается более автономии. До этого даже, чтобы полностью отделиться, например, РФССР угрозы, что они хотят, что Карелия соединилась, например, в Финляндии. Такие, ну, довольно такие радикальные, скажем, взгляды. Конечно, там и гражданство карельское. Здесь такие требования. И, конечно, на этом фоне радикализировалось и в общем все это карельское такое движение. И, например, что это общество культуры, которое было только культура и которое организовало, ну, например, лекции или праздники, особенно праздники. И тогда они тоже поняли, что один народ это не только культура. Поэтому они переименовали организацию союз карельского народа и взяли очень такой однозначный курс к этому, чтобы созывать конгресс карельского или, ну, сесть карельского народа, который был организован июнь 91-й год. Но там поднялись очень такие разные вопросы. Ну, например, один из очень важных вопросов был, ну, наверное, каузят, от премьере коми, что, например, парламент Карели признал, что действительно, что здесь есть имел особенный статус. Например, там, конечно, ну, такие и пункты, что касается сотрудничества фенуковскими народами, например, даже то этого, что гражданство было карельское. Там довольно много таких документов, которые взяты, кстати, от первого съезда коми народа, которые мы потом останавливаем. Ну, вообще об этом можно много говорить, но коми, конечно, были первые, которые могли созывать конгресс своего народа. И, конечно, юнь 91-й год это был время особенный. После этого был август и будь. И был определенный хаос, можно сказать. Но все равно, что этот сест принял, очень мало было учтено. И поэтому взяли курс, чтобы созывать первые действия укурских народов Карелии. Это означает вебсов Карелии и германанских финнов. И там, ну, было принято очень много, очень разных, интересных решений. И боль было тоже, у них, ну, эти больные моменты у всех были где-то разные, где-то отдельные. Например, общие больные вопросы были, например, создание национальных районов в Карелии. Или вопросы, что касается, например, опять природных ресурсов. Или вопросов, которые Карелии очень сильно занимались, чтобы быть представлены, например, в местном парламенте. И проблема была в том, что законодательном собрании в Карелии был очень мало финнов, карелев и вебсов. Это не соответствовал совсем к этому процентуальность этих народов в республике. Так что там только несколько, несколько депутатов. И поэтому, может быть, Карелия отличается в этом, что требовал очень сильно пропорционального представительства парламенте. Ну, и там, что касается темного вопроса, важный вопрос был, например, вопрос рехабилитации гермаланских финнов, которого гермаланские финны требовали, и Карелии и вебсы тоже поддерживали, но, по-моему, гермаланские финны этого статуса так и не получили. Пойдем, посмотрим тогда дальше. Коми-движение. Коми-движение тоже начинается в 2017-20-е годы, но разница в том, что действительно Карелии были раньше, и в то время уже собирались Коми-Коттер, это прежде всего тогда прежде всего организация культуры, образования, на Коми-движение, но у Коми-движение было очень сильное движение за Коми-автономию. И у них были территориальные претензии, очень такие мощные, скажем так, что они даже обидели свои идеи, обидели революцию, например. И что еще интереснее у Коми, может быть, национально-движение очень важное место имеют солдаты, офицеры, которые в карнизонах поднимают этих вопросов Коми-автономии. И эти карнизоны, находитесь там, где-то около Москвы, а эти карнизоны, находитесь там Скови, например, даже Ревель или Хельсинск, нынешний Хельсинги, или Ревель нынешний Таллинн. Такс-воти солдаты ант-надистаких сил и их тарое, конечно, люди православные священники, которые тоже такие критерии, которые можно здесь определить. Что касается теперь дальнейшего развития, тогда мы видим, что Коми идут как Карелы, то есть по проблемам коми-языской культуры, опять это научно-практическая конференция, но Коми тоже обсуждают, что делать так же, как Карелы. И здесь, но я еще раз подчеркиваю, именно можно видеть, как тесное сотрудничество идет между Карелией и Комией. Видимо, там были исторические какие-то предпосылки, но это видно по документации, как они заимствуют друг друга. и что еще касается заимствования, тогда очень много заимствования, конечно, из разных национальных движений, при политических странах. Это документы, например, эстонского конгресса, или документы общества охраны памятников старины, или, например, уставы документации народного фронта эстонии, или Латвии. И там, конечно, ну, эти пункты, которые, например, типа хосрасот, или экономически получат экономического суверенитета, или там вопросы, например, гражданства, или вопросы суверенитета. Эта корнями очень многие идут к этому национальным движениям при политических странах. Ну, Коми был так, что во время конференции там говорили об этом, что надо создать Коми-котер, но они были готовы к этому, поэтому этот общество Коми-котер появится лишь декабре, не создается сразу, как в Украине. И здесь, может быть, немало важно, что все-таки национальные движения, особенно Коми, может быть, даже подчеркивал бы, наблюдает, какие процессы идут внутри ведущие политические стилы страны, эта компартия. Как Коммунистическая партия решает национальных вопросов? Можно сказать, что Коммунистическая партия, несмотря на то, таки, 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 но принцип партия одобряет, к этому, и мало лист того, как Коми особено заметно, что разные, таки, секретарии, компартия, они, ну, будут в клаве этого национального движения, и они являются и организаторами первого съезда Комминарода, так же, в Коммикоторе, они правления, так что, это тоже очень немаловажный момент, что эти эти национальные такие организации, они, в основном, они появятся все после сентябрьских пленумов Компартии РСФСР. Это очень хорошо этот, можно сказать, заметно. И что еще очень интересно, что в всех национальных движениях, может быть, что еще объединяет их, довольно активно включается этот фонд культуры, о котором я говорил, науку культуры фонд, очень много, в многих местах очень активно поддерживает национальные движения и это тоже не немаловажный. И еще ну, что касается Комми, а там многих наукурских движений, очень важные темы, это зеленые вопросы, это зеленые вопросы, которые, может быть, такое, что касается, ну, опубликуют разных материалов, которые, может быть, официальным властям, они имеют свой такой зеленый напечаток. Это из-за этого, что это чернобольская катастрофа, которая влиял, и что поднялись по зеленые вопросы, которые в коми очень четко видится, там, например, коми требует закрывать, там, ядерных полигонов и вопросов, там нефти и ресурсов. И, что очень важно, это первые сест коми народа, исторический момент, первые, вообще, там, и, если посмотреть других финно-угорских, не финно-угорских, а даже всех народов РСФСР, тогда коми первые, которые созывают этот конгресс. И, что еще, это тогда неваловажно, что коми единственный, который собирает внеочередный сест коми народа в ноябре. Это означает, что национальные движения имели уже такую силу, что они могли и самостоятельно заниматься. Все эти съезды собираются тогда, когда им дают власти деньги, чтобы собираться. Но это второй внеочередный съезд, это такой съезд, который коми сами собирают эти деньги и могут принимать решение, каким кажется. И в этом плане официальные власти коми понимают, что это движение такое сильное, что надо учтить это мнение. И тотальный вопрос, почему коми были такие успешные, и можно даже сказать, что самые успешные в этом национальном движении, которые сразу понимают более и лучше вопросов, что касается фенугорского движения. Если, например, мариться фенугорское движение, это вопросы молодежи, культуры, прежде всего, и литературы тоже, о коми именно поднимают такие общественно-политические вопросы, например, суверенитета, которые очень важны. И важен этот госрасчет, например, это тоже особенность коми народа. и еще один момент важный, который фенугорское движение поднимает, почти все они делают, эти вопросы двухпалатного парламента. почему этот вопрос очень важны, потому что везде фенугорские народы, они в республике меньшинствах, и поскольку они живут в основном не в городах, а в этом мало, но не в городах, тогда просто эти проценты, которые депутатов не соответствуют совсем их представительности. Например, у марийцев, если в республике 43, тогда парламент был по-моему, 16% это означает, что парламент попал три раза меньше, и также других фенугорских народов. Может быть, у коми был даже чуть лучше дела, но это связано с этим, что может быть коми сами urbanизирующие народы, что это как коми город уже можно сказать, что конец 19 век и здесь очень много таких особенностей, что касается такого национального движения оминарода. И тогда чуть марийцев, что касается организация марийцев, здесь едва надо, посмотри, как организуют татары и пашкиры. Как финляндия национально в Кариеве, что организовались так, так, и марийцев. И вы знаете, что мусульман не милит в фракции и организовались уже используя права 1916 года, что организовались в организации, так что здесь очень сильно имеется в виду это влияние. Ну, марийцев тоже, можно сказать, что солдаты, офицеры, царские армии, очень один ведущих сил, священники, потому что в Казани работал семинар Ильмитского и эти поволжские финуговские народы получили свое высшее образование там и эти выпускники этого семинара, они являются как-то такими передовыми, скажем, этих национальных движений. Так что Марьел появится Марьюшем и первые сестры на народа Пирске, Паскортостан. Паскортостане и по всей истории имели особое положение, но Пирск, который тоже один из таких центров, и поэтому это не случайно, что Пирске Мариться запирались. И и отличие, может быть, от Коми, который, кстати, Коми 2020 года своего съезда не имел, Мариться принцеп могли созываться даже три съезда. Ну, основные требования у Мариться в то время тоже прежде всего все-таки вопрос образования культуру. Может быть, образование надо первом месте поставить, но вопрос автономии, они, ну, это действительно отельный вопрос, который довольно часто Россия создает, это были ли финн-угурские народы готовы к автономии? Или это автономия был проект коммунистов. И к этому вопросу, кстати, не так уж легко ответить. И это очень дискуссионный вопрос. Если посмотрите особенности национального движения Мариться, тогда, конечно, можно заметить, что у них создаются очень разные такие национальные организации. И внутри Мариться можно сказать, что такое конфликтность. Конфликтность тоже очень интересный момент у фен-угурских народов, что из одного такого общества или движения могут появиться второе и третье. И, ну, конечно, можно сказать, что, ну, жаль, что такие расколы получились. Но это нормальное, что в государстве есть разные политические взгляды и интересы, так что здесь не надо видеть здесь, что это было очень плохое. особенность у Мариться, что появится молодежная организация УВИ, которая уже очень рано регистрировалась в 89-м году. Но что здесь особенность? Особенность в том, что эта организация создает прежде всего марийская интеллигенция, которая обучилась в Москве. И там некоторых моментов тоже видно, что эти люди, которые обучались в Москве либо в Питере, они, ну, такой, один из таких, ну, сил или моментов, которые начинают становиться впереди этих движений. ВИЖЕНИ. ВОТ, Мариться, тоже, вино, что организует этого УВИ, которая именна вопустники Московских университетов, и определённый роль играл КОМСОМОЛ. КОМСОМОЛ по-разному, и, ну, Мария Лея КОМСОМОЛ, это организация, которая поддерживала этого УВИ. И УВИ очень интересно, что они потом помогают именна этого сезда Мария Ушем. И, как вы видите, там Мария Ушем был тоже уже в апреле конфликтом были типа умеренные, которые сказали, что надо делать, так как КОМСОМОНИСИСТИСКОЕ ПАРТИУ КАСОВА, а другие, которые были намерены очень очень радикально. И вот этот радикально крылот очень пыстр выделил, и Мария Лея появилась организация, это земля предков, которые поняли более резкие такие требования. Ну и Марийцев это отдельная роль, этот религиозный центр Ушмари Чимари, язычники, которые организовали свою организацию. Потом появится такого же типа организации, может быть, это у муртов, но другие народы, конечно, этого своего национального религия не могли использовать. И что еще касается этого движения, может быть, надо говорить об этом, который возникнет везде определенного национального конфликта, который возникнет, эти национальные движения имели везде конфликты прежде всего русскими, кстати, очень интересно, русскими демократами, прежде всего, которые не поняли этого, что нужно предпринимать каких-то особенных шагов. Они были такие демократы, которые хотели решать вопросов элементарно путем голосования. И появится очень много таких конфликтов, например, у коми, которые первые могли, например, таксто коми и сэкстал, косу тарстанам и сэкстал, и венуста втором каду. Но конфликт был очень сильный, и например, мариски сэкстал, косу тарстанам, и венуста пеатам каду. И сэкстал, такс, очень сильный. наблюдается, например, у коми или даже у карелли, это так не наблюдается. Ну, здесь я смотрю, что время нажимает третий сест марийского народа, который, почему я говорил об этом организации фенуковских народов 17. и 20. год, что марийцы не начинают этот третий сест именно, что они восстановили традицию сезда, потому что два сезда было марийских уже семнадцатый, восемнадцатый год, поэтому они организовали этот свой третий съезд. Но теперь, что касается удмуртского движения, тогда, очень интересно, что съездов довольно много, у них влияние Татарстана тоже очень заметное. Прежде всего, конечно, вопрос опять просветительского плана. Удмуртов преподавателей были такие самые двигающие силы. Но были среди них и военных и другого плана национальной интеллигенции. Но сезда очень много. И видно, что первом плане это центр движения это глазов, это северная Удмурта. Хотя думается, что может быть предпосылок национальной и это движение идет национальной войне. Татарстан или Татарстан, так что нынешне Татари, это происходят такие собрания Удмуртовского народа. Этого периода, как я говорила, не просветительского плана, но автономия чуть позднее. И что касается 80-90-х годах, тогда очень интересно, чем Удмурты отличаются от других, что техническая интеллигенция имеет весьма такой роли. Видите уже 88-й год, январь. Удмуртский клуб это вообще уникум, может быть, национальных движений и наугорских народов, что почти половина членов, они являются инженеерами и врачи, например, которые там других участвуют. Это означает, что ИЗЕСКИ формироваться такая национальная интеллигенция, которая уже вторая поколение национальной интеллигенции. И тогда после этого типичной объекты организованы этот демен. И потом очень важный объект молодежной организации, так что видим, что Умаритцев и Удмуртов одинаковые молодежные организации появились. И сезда Удмуртовского народа 1991. И то последнее, тогда мартва, но я могу узнать, что это определенном плане, как парадокс, Мордовский народ организует организацию самую большую народ, но самую большую территорию и везде сильно меньше и поэтому нормальные организоваться никак не могут. И видимо, это русификация, это кое-то, национальная интеллигенция очень слабая. И национальная интеллигенция слабая. И что касается организационных способностей, что касается вообще организационных способностей, это есть очень большая проблема у финно-угурских народов, которые, например, не могут никак так организоваться, что эти национальные движения имели бы, например, своих представительств в местных парламентах или идеи, которые, решения, которые принимают конгрессы, что они пошли народ. кажется, что как будто съезды инугорских народов, они живут свою жизнь, а люди в деревнях или везде живут свою жизнь. И здесь мы видим этого особенностей, может быть, мордовского движения, что они использовали первую сеть мелких народностей, и там появилось общество. Это было лишь общество, как факт, это надо подчеркивать, конечно, это было маленькое общество, где человек 18, но потом, когда создается Маста Рава, тогда там в уставе указывается, что они, этот Маста Рава исходит в своем действии вот именно из этого мордовского культурно-просветительского общества. Теперь, что касается в 80-х годах, тогда появится общественный центр Вельмама, который существует только несколько месяцев, сейчас это организации нет. Но, что интересно, что этот Вельмама эстонское слово, это тоже означает «тас сунд» или «возрождение», так что, этот слово имеет эстонском языке свое место. И тогда общество родного мордовского языка в 89-е год, который там прежде всего лингвисты мордовского университета , например, организует очень и умерен там лекции, ничего такого общественного политического момента там уже уже такой, который принимал уже такие общественные политические вопросы, например, вопросы, что и они у меня здесь здесь все очень коротко пошел этот путь в своем лекции по разным организациям, и, может быть, подчеркиваю этого, что в этих организациях объединяет и что разделяет. не так много не говорила этих вопросов, что касается сотрудничество между финно-угорским народами, об этом будет говорить Андрес, но я хочу сказать, что что касается сотрудничество финно-угорским народами, которые имеют государственность, это означает Финляндия, Эстония и Венгрия, все финно-угорские организации начале 90-х поднимают эти вопросы, так что они все эти Мастера, или это Мариушем, или Коми, или Мурдские организации, они в своих резолюциях везде подчеркивают, что финно-угорское сотрудничество очень нужно. И на этом фоне, конечно, собирается Первый конгресс или Первый съезд финно-угорских народов России в мае 92-го года Ижевске и потом после этого созывается Первый Всемирный конгресс финно-угорских народов Республики Коми. И если смотреть эту документацию, которую там Первый съезд финно-угорских народов России принимает, что там тоже вот вопрос именно, что эти языки были бы государственные, что вопросы суверенитета, что республики могли больше использовать природными ресурсами и налоговыми доходами. Везде очень важный вопрос миграции, потому, что финно-угорские народы такие меньшинствия и некоторые народы очень быстро время стали меньшинствовать, например, в Карелии или Коми. Так что эти были такие общие проблемы, которые финно-угорские народы думали самместно поставить усилия и решать. и это, конечно, очень логично, если маленькие народы держатся вместе, тогда они имеют более возможности влиять на большие процессы и добиваться более больших прав. и это может быть можно было видеть более больше, например, если взять пример Республики Коми. Вот, пожалуй, все. Есть ли вопросы? Хорошо, тогда перейдем к вопросам. Итак, вопрос такой. Был вопрос, можно ли почитать Карельскую конституцию? Это речь шла о дореволюционном движении или послереволюционном движении, то есть о начале XX века? Вы упоминали? Там Карелы очень молодцы, особенно, что касается института языка, литературы и истории. Что касается национального движения Карелы, там они опубликовали два очень мощных тома этих движений, и там опубликована вся документация. Это огромный труд, такие очень емкие такие дома, но я сказал бы страниц там где-то 600. И так же там опубликованы разные статьи, которые такие ключевые статьи, которые можно было, может быть, я мог и больше говорить, например, например, что разбудил финно-угурское движение в 80-е годы. Там очень много играли роль статьи, например, финно-угурские писатели писали, допустим, в газетах, например, литературная газета РСФСР. Эти статьи, в то время может быть, эта пресса или газета, инфогазета мог консолидировать народа. Так что там опубликованы все эти документы. Какая связь была между карельским национальным движением и финским движением новых активистов? Тоже речь вот о 20-х годах получается. Ну, это непосредственная непосредственная связь. Ну, там даже военного, например, здесь никакого секрета нет, что там и финские добровольцы, например, принимали участие витих, например, Вастанья. Карельский вопрос вообще очень сложный, потому что там надо учитывать, как будто существовало две Карели. На Карели, это Вена Карели, это Северная и другая, как Аунус или Олониц Карели. И какие-то, они были такие привержинские сотрудничества большевиками или, ну, скажем, узкими, а северные они были влияние в Инляндии. И здесь еще очень интересное международство, можно сказать, или интересы, например, Антанта, формирование Карельского корпуса, например, это интересно, какую роль играли, например, ирландцы, которые тоже, например, такой народ, который давление от Великобритании постоянно чувствовал, это очень интересная тема, так что это влияние было очень разносторонным. Был вопрос, было ли какое-то движение у тверских Карел в это время, в 20-е годы? Национальных организаций не было, например, центром Лихославия были национальные районы. Кстати, национальные районы были у Вепсов тоже, Ленинградской области. Короткое время, но все углублялось в 30-х годах, эти репрессии, так что короткое время, 3-4 года существовали такие национальные районы, такой же был и у Тверских Карел. В национальном движении появилась идея о том, что ирзяне и макшане разные нации должны иметь разные национальные автономии. И такой же вопрос, примерно, вопрос про мордовское движение, оно формировалось как единое мордовское, или отдельно как ирзянское, отдельно макшанское? Ну, было мордовское национальное движение, это апотельности, ну, прежде всего, конечно, в начале этого движения были ирзяне, но они этого ирзянства сильно не подчеркивали, поэтому съезд называется мордовского, но там в скобках идёт ирзянского макшанского, там были сильные лидеры, которые могли объединить обе, обе группы. Изменения идут 1993 год и тогда начинаем, начинается больше и больше говорить об этом о ирзянском и макшанском, о ирзянских особенностях и, ну, из другой стороны опять идёт движение, потому что надо соединить два языка, надо, может быть, делать примере эстонии, что в эстонии тоже был южный эстонский и северный эстонский, видите, стал один язык, один народ типа такой, но этого тоже не получилось. В национальном плане, что интересно, что макшане нормально не организовались, им было достаточно этого мордовского, потому что они имели хорошие позиции в республике руководящих органах. Вопросы власти где-то играют очень важный вопрос, так что у фенонгарских народов может быть это движение, что защищать свои интересы не всегда первом плане, может иногда где-то они вопросы власти доминирующие или становятся первом плане и этого видно, как не странно в республике Мордовии особенно. У макшан появится единственная национальная организация это союз макшанских женщин Юртава в 95-м году. Вопрос про поволжских финноугров, насколько в их движениях были громкими требования суверенитета и наоборот насколько сильной была тенденция национальных республик поволжья к лояльности к Кремлю. Вопросы суверенитета очень важные. Вопрос был очень сильный конституцию РСФСР, который принимал в 93. году наябре или или хотели начинать ограничить суверенести. И в принципе я не могу сказать, что допустим русские люди были очень сильные против увеличивания суверенести. Ну конечно против них было несколько больше. но все-таки исходили из этого, который стал в 90-м году что принимайте суверенитет сколько сможете. Но вопрос суверенитета очень важный. видно, как идет автономия, как они республиками становятся, они социалистические и так и так, так что суверенность очень важна. это в первом плане, но не сразу, это в первом плане после 91-го года. Хотя бы уже 90-й год, например, август, Карелия, коми тоже объявляют суверенитет. Вопрос такой. Если можете прокомментировать, было бы интересно узнать ваше мнение об участии некоторых финноугров в организации наций и народов, не имеющих представительства. В чем была цель вступления? Насколько они были там активными? И почему вышли примерно в одно время? Ну, это вышли потому, что было давление, и это, безусловно, что это невозможно было. В России очень сильно не понравилось это организации. Там пыли, членами, если не ошибаюсь, Мариц и Коми. Пылили другие, может быть, может быть, пыли удмурт, тоже точно сейчас не помню, и здесь, и нахожусь очень далеко, даже сматрет не откудата. Ну, и пыли, конечно, не скандали, официальне власти, ну, например, Xenofон Сануков, великимариски и историк, который принимал участие, когда создали эту организацию в Хаге, в Оландии, он был советником президента республики Марьел, его сразу уволили. и это, это, это и показывало официальное отношение к этому организации. Но, и там был многих моментов, там начали они, венугорские народы или национальные конгрессы, они обещали оплачивать, если не помню, тысяч долларов в месяц членские сносы, но, получилось так, что у финно-угорских организаций, ни у кого не было самостоятельного бюджета, они были все зависимы от официальных властей, и если официальная власть, ему что-то не понравилось, тогда этот конгресс и ничего нормально не мог делать. В этом плане, экономическом плане, единственное венугорское движение, которое понял этого экономического независимости, что это очень важно, и занимался очень серьезно, это Удмурты, как в странном плане, но которые оказались не очень хорошими бизнесменами. Но и коми, которые могли иметь определенную власть, в пропорциональном плане, коми имели довольно хорошие позиции, и могли влиять на такое. Так что, вот так с этим представительством этих, что касается финно-угорских народов, в этом организации не представленных Спасибо за ответ. Спасибо за ответ. Последний вопрос к вам. Назовите, пожалуйста, наиболее ярких лидеров финно-угорских народов в 90-е, 2000-е годы, по вашему мнению? Ну, по моему мнению, что касается национального движения, яркие люди, прежде всего, такие, ну, для меня, например, Василий Бегдеев, такой, ну, интересный, такой человек, который был главным режиссером национального отряда «Марийского народа», Дмитрий Надькин. Вот, если у него не было неожиданного смерти в Хельсинки, у него лидерские такие качества, или, что касается его речи и философического плана, этого Надькина надо более, может быть, как-то поднять на Олимп, поднять более больше. Ну, в коме, конечно, там, тоже мы мудры, мудры люди там, очень грамотные документации, не на них, ну, курске на роте, так как грамотные документы, не с астал, как коми, но и видасты там, и Алексей Конюков и там, и Валери Марков и милей огромный роль. Удмуртов, например, Карл Пономарьев, очень важный, такой, крупномастабный теател. В коме, конечно, большинство, мы стали, но укоррел, но Пекка Сайков безусловна, там и Синаидас Сругальшикова. Это вебские документации. Как видите, вебские проблемы они идут на такой высоки уровень. Это то, что требует из-за этого, значит, что Синаидас Сругальшикова могла, что это такое делит. И я могу skinстить, здесь было больше. Но с Ваэти ими Эти именами надо заниматься, потому что эти люди очень важны, которые распутият этого движения. Они идут впереди им очень сложно. У фенугорских народов всегда очень сложно, потому что основная масса фенугорских народов не готова к самоорганизации. Они не способны развивать самостоятельно гражданское общество, как хотелось бы видеть. Многих аспектов, чего не хватает, чтобы быть готовым к созданию мощных таких движений или организаций. Мы видим, что в политическом плане лидеров фенугорских народов не поддерживают. Например, эти национальные движения, допустим, Марицев могли иметь один место в местном парламенте или два. У Комии также один-два. Это очень мало. Это означает, что это национальные движения не имели общественного влияния. Вот так. Я должен, естественно, заканчивать. Я в тундре нахожусь. Спасибо большое. Хотят выгонять меня отсюда. Да, спасибо вам большое за выступление. Мы благодарим всех Яка. Будем рады, если вы напишите какие-то вопросы, комментарии через формы связи с нами. Наверное, все знаете нашу почту. В общем, Як, спасибо большое. Да, пожалуйста. И мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. И я тогда приглашаю Андра Сахейнапу. И вот как раз сейчас будет очень логично. Мы рассмотрели отдельные национальные движения отдельных народов в 90-е. Как-то у нас стало вырисовываться такой общий общественно-политический контекст того времени. И сейчас вот самое время тогда уже поговорить о том, каким было сотрудничество между финно-угорскими народами. Какие институты создавались. Какие вообще надежды лелеяли наши лидеры, представители наших народов 30 лет назад. И к чему все это пришло сейчас. Пожалуйста, Андрес. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хотел бы исправить господина Прозеса. В Организации Непредставленных Народов были членами и Удмурты, Коми, Удмурты и Марицы. И членский взнос тысячи долларов не было не в месяц, а в год. Но теперь к теме. Я уже сейчас здесь напоминал, что в Ижевске состоялся первый съезд финно-угорских народов. И уже с самого начала они ставили себе целью еще до съезда организовать и всемирный съезд финно-угорских народов. И что важно здесь в списке, что случилось до Первого Конгресса. Мы видим здесь, что до этого, как первый съезд решил провести, первый всемирный конгресс, до этого появилось постановление Президиума Верховного Совета Коми АССР про этот съезд. Это не значит, что съезд был собран по приказу Верховного Совета Коми. Подготовка к Всемирному Конгрессу проходила уже до Первого съезда финно-угорских народов России. И Коми были такими успешными, что они смогли организовать для себя поддержку со стороны республики и финансовую и так далее. До этого Конгресса некоторые оппозиционные Марицы и Удмурты хотели провести этот всемирный конгресс не в Сыктывкаре, а в Казани. Но им это не удалось, потому что не было поддержки финансовой, и у этих оппозиционеров не было столько сил, чтобы справиться с организацией этого. Ну и так, как уже господин Проза здесь говорил, для Коми была очень важна суверенность, так и для других народов, которые имели свои республики. Но с этого начинается самая главная проблема Конгресса финно-угорских народов. В принципе, здесь были у разных сторон разные интересы. Очень важные деятели для Конгресса были Юрий Спиридонов, председатель Президиума Верховного Совета Коми СССР, Валерий Петрович Марков и посол Венгрии в Москве Георгий Нановский. У них у каждого были свои интересы. Георгий Нановский надеялся на прямые экономические связи между Венгрией и Коми-республикой. Потом, конечно, у всех финно-угорских были свои национальные интересы. И, конечно, у Спиридонова была идея, что именно этот международный конгресс финно-угорских народов может как-то позитивно повлиять на суверенность Коми-республики. И, конечно, у всех народов России была уверенность в том, что если Венгрия, Финляндия и Эстония поддерживают их требования, тогда их требования будут услышаны лучше в Москве. В это время, кажется, и, может быть, было. Я здесь говорил, что Ельцин сказал, что берите суверенность, сколько вам понадобится. Итак, разные делегации пришли туда с разными повестками. Организаторы были подготовлены, был подготовлен, ух, извиняюсь, долго не говорил по-русски, подготовлен проект резолюции, которого на Конгрессе не принимали. С этого вышло обращение к парламентам и правительствам Российской Федерации и Финно-угорских республик, которую подписали участники Конгресса из Российской Федерации, потому что зарубежные гости не могли подписывать такой детальный документ, который занимается только российскими делами, делами российских финно-угор. Второй документ был обращение к съезду народных депутатов Российской Федерации, которую подписали делегаты представительных и исполнительных органов власти финно-угорских республик и некоторых областей, в которых жили финно-угры, плюс из автономных округов. Но самым важным, о чем мы все-таки смогли договориться, это была декларация об основных принципах, целях и задачах сотрудничества финно-угорского мира. Здесь, на этом слайде, вы видите ссылки на все документы трех первых конгрессов. Поскольку у меня мало времени, я о дальнейших конгрессах говорить не буду. Итак, эта декларация стала основой всех конгрессов финно-угорских народов. И, что еще важно, там решили создать консультативный комитет финно-угорских народов. Это, по-моему, уникальнейший орган, как и конгресс по своему принципу. В этом консультативном комитете имеют право голоса, одинаковое право голоса все народы, несмотря на то, имеют ли они государственность, имеют ли они какую-то автономию, или живут они дисперсно во многих регионах. Ну, например, у самов трех стран, четырех, Швеция, Норвегия, Финляндия и Россия, один голос, одно представительство. У морейцев, несмотря на то, где они живут, один голос. И у ливов, которых несколько десятков, тоже один голос, который равный с голосом венгров. В принципе, такая система работала и в ассоциации финно-угорских народов России в то время. Так что это не было никакое новшество, но в международном плане это стало, по-моему, уникальным. Я не знаю никакой другой такой организации, которая построена по этому же принципу. Но, конечно, хотели создать какой-то парламентарный союз, куда вошли бы депутаты и местных, то есть республиканских парламентов и государственных и так далее. С этого тоже ничего не вышло. Но создавалась традиция конгрессов, которая жила довольно долго. Важность, на самом деле, этого первого конгресса была именно в том, что люди смогли встречаться. И, по-моему, это самая важная черта всех конгрессов, которые были. И последняя от Артурского, когда люди встречались заочно. Тогда решили, что второй конгресс будет в Венгрии, в Будапеште. И в связи с этим венгрии создали свою специальную организацию для конгрессов. В Сыктывкаре представили Венгров, Всемирный Союз Венгров. Теперь, до сих пор, существует организация, Венгерская Национальная Организация Всемирных Конгрессов и Наугольских Народов. Чем отвечалась эта Будапештская, Будапештский Конгресс? Во-первых, все-таки для организаторов не было ясно, кого представляют делегаты. Представляют ли они финно-угольские республики или финно-угольские народы. Но потом, к концу Конгресса, стало ясно, что все-таки народы там представлены. И впервые в Будапеште работали секции. Тогда они были по политике, по экономике, по культуре, по демографии, экологии и здравоохранения, и по СМИ, по массовой информации, и секция молодежи. Потом такой секции уже не было. Лишь на Конгрессе в Хельсинки было. Во время Конгресса состоялся и Конгресс Молодежной Ассоциации финно-угольских народов. Насчет документов. Впервые принималась резолюция. Она была еще достаточно смутная. Но там впервые было провозглашено право на национальное самоопределение финно-угольских народов. И, конечно, резолюция была направлена на интересы всех финно-угольских народов и тех, которые не жили в Российской Федерации. Если в Сыктывкаре на Конгресс посылали свои приветствия президент Российской Федерации и председателю парламента, то в Будапеште участвовал президент Венгрии. И Конгресс был очень-очень роскошным. Конгресс проходил в здании венгерского парламента. И все было очень отлично. Венгрии самый гостеприимный народ, кажется, среди финно-угольских, я думаю. Что еще сказать насчет этого Будапешта? Там, как я уже сказал, к концу Конгресса стало ясно, что Конгресс является Конгрессом народов, а не территорией. Третий Конгресс в Хельсинки в 2000 году был еще шагом вперед. Там присутствовали президенты Финляндии Тарья Халлонен, венгрии Ференс Мадл, эстонии Леннард Мэри. С этого Конгресса президенты тех трех стран всегда присутствовали на Конгрессе. Насчет резолюции, там делали большой шаг вперед. Резолюция была написана грамотно, со ссылками на основные документы международного права, которые касаются национальных меньшинств, языков, коренных народов и так далее. Ну, например, Гартия Совета Европы о региональных языках и языках меньшинств, которые потребовали, чтобы все государства, в которых живут финогры, ратифицировали это. Но до сих пор она не ратифицирована Российской Федерацией и Эстонии, несмотря на это. И конвенция номер 169 Международной Организации Труда, которая тоже до сих пор не ратифицирована в России и в Финляндии, и в Эстонии. И так далее. Было делано задание консультативному комитету участвовать в подготовке декларации ООН по правам коренных народов. В этом процессе консультативный комитет участвовал и сравнительно плодотворно. Кроме того, это была очень хорошей школой для будущих финогурских дипломатов. Например, господин Цикарев, который сейчас уже долгое время служит ООН. И возобновили День родственных народов в этой декларации, которая празднуется в субботу третьей недели октября. По секциям осталась политика, культура, образование, экология и здравоохранение вместе, и медиа и информатика. Секции были в общем подготовлены получше, чем раньше, и документы секции были, но по делу, особенно по медиа и информатике. И так. Ой, сколько у меня времени. Мало. Да, но сейчас обобщенно я могу сказать, что в принципе в это время и консультативный комитет, и конгрессы стали именно к Хельсинкскому конгрессу приобрести свой формат и свои функции. Ну, например, в консультативном комитете люди встречались, обсуждали всякие повседневные вопросы тоже, потому что члены консультативного комитета были в основном те же, которые были и членами исполкома Афона. И поэтому они обсуждали там и свои проблемы, потому что у Афона не было финансов, чтобы собраться, и тогда эти дела были обсуждены на заседаниях консультативного комитета. Потом, когда перестал работать фонд финно-угорских народов, я думал, что як проза говорить и про фонд, и про Афон побольше, и поэтому, да, я не успею. Ну вот, когда фонд прекратил свое существование, тогда, например, обсуждали проведение финно-угорских фольклорных фестивалей, где, в каких районах, кто и как и будет. Ну, всякие другие практические вопросы взаимодействия и взаимоотношений финно-угорских народов. И, наконец, я хочу сказать, что самая важная функция все-таки всяких конгрессов была встреча людей и беседы в кулуарах. Как я уже сказал, в принципе, эти международные документы, ратификацию которых каждый съезд, каждый конгресс финно-угорских народов потребовал, они еще не ратифицированы. И если они ратифицированы, то, несмотря на наши конгрессы, так что, если смотреть на резолюции, то, по-моему, практическая польза от них очень невелика. Вот, спасибо. Теперь есть, кажется, время на вопросы. Вопросы? Итак, есть вопрос. Как вы думаете, насколько распространены среди финно-угорских обывателей, российских, зарубежных, то есть не активистов, идеи о едином финно-угорском мире и связях между родственными народами и вообще понимания о родственности между финно-угорскими народами? Очень сложный вопрос. Насчет финно-угоров в России я сейчас ничего сказать не могу, потому что положение неизвестное для меня. Но в Эстонии большинство эстонцев не интересуются родственными связями с финно-угорами. Но эта часть, для которых родство с финно-угорскими народами важна, эта часть, по-моему, больше, чем в Финляндии или в Венгрии. В Финляндии тоже есть, но это можно, например, наблюдать на днях родственных народов в Эстонии. Очень много мероприятий, очень много людей ходит на них и так далее. То же самое почти то же самое в Финляндии. Но венгры, по-моему, как сказать, большинство венгров про это родство и не знает ничего. Так что они дружат с тюрками больше и так далее. Какие перспективы у финно-угорских конгрессов и какими должны быть финно-угорские конгрессы? Задает участник вопрос. По моему личному мнению, формат всемирных конгрессов финно-угорских народов пережил свое время и не актуален. Теперь насчет последних конгрессов, как я уже сказал, это политическое измерение, но та надежда, что вот эстонцы, финны и венгры приносят какую-то свободу финно-угорским народам России, это более чем наивно. Но конкретное сотрудничество сейчас было бы целесообразно направить на мелкие, но важные вещи. Но, например, самым успешным из секций конгрессов была секция по медиа и информатике, уже начиная с Хельсинки. Там сложились некоторые контакты и сложилось сотрудничество. Но это сотрудничество, это сотрудничество можно продолжать и без конгрессов, и вне конгресса. И оно остается так, так и есть. Или по обучению родному языку, есть общество учителей родных языков, или по этнографии, или по... Все равно где. Все равно как... Я думаю, что среди специалистов это сотрудничество сейчас более плодотворно. Словно говоря, вот конгресс финно-угроведов это жизнеспособная такая форма объединения усилий, да? А вот такие финно-угорские всемирные конгрессы, это, на ваш взгляд, сейчас уже не соответствующий реалиям времени формат. Конечно. Можно от себя вопрос я задам? Я вот наткнулся, когда готовился к нашему мероприятию, на ряд публикаций начала 90-х, в частности в удмуртской прессе, причем не только в удмуртской национальной, но и в региональной прессе в Удмуртии. И вот, например, в статье 93-го года тогдашний президент Удмуртки Неша Михаил Шишкин пишет об итогах финно-угорского сотрудничества. Я позволю себе процитировать небольшой отрывок, а вас попрошу прокомментировать, что с этими структурами стало, каковы были результаты их деятельности, если вы знаете, и почему эти инициативы не были продолжены. Итак, отрывок. За короткий период нам удалось не только организационно сплотить культурные и экономические связи, но и сформировать экономические и хозяйственные структуры. Дальше указываются структуры. Среди них транснациональная страховая компания Финаугрия, Финаугорский торговый дом. На очереди внегосударственный пенсионный фонд и банковская сеть. Назначение их оказать содействие в переходе к рыночным отношениям. План действий намечен на этот год. В него вошли не только традиционные мероприятия, но и новые. В области спорта развитие различных деловых связей. И так далее. Вот конец цитаты. Прокомментируйте, пожалуйста, что это за страховая компания Финаугрия, что это за такой торговый дом Финаугрия, и что за план создания какой-то банковской сети. С банковской сети не случилось ничего. Торговый дом и страховая компания обанкротились. И здесь нужно еще напомнить, что в Будапеште на конгрессе была секция по экономике. Такие большие совместные экономические организации, по-моему, финно-угарские, по-моему, невозможны. Опыт показывает. Когда я организовал четвертый конгресс в Тайлине, тогда были заинтересованы люди, чтобы организовать и какой-то экономический форум. Эстонская торгово-промышленная палата была готова к этому, но кого не пришло, это были финно-угарские коммерсанты. Не с кем было организовать. Конечно, какие-то экономические связи конкретные и поменьше они в принципе были возможными. Но я не верю, что финно-угар станет какой-то экономической сверхдержавой в этом мире. Вот такой вопрос. В чем причина в вопросе сказанной пассивности? Я, наверное, переформулирую, в чем причина невысокого интереса финнов и эстонцев к родственным народам? Ведь, казалось бы, те же турки более заинтересованы в международном тюркском сотрудничестве. Это очень сложный вопрос. Попытаюсь коротко сформулировать. У эстонцев, особенно тогда в 90-е годы, когда весь мир открылся, интерес был, конечно, к западу больше. У финнов очень длинные традиционные связи со Швецией. Они были когда-то одним и тем же государством. И культурные связи, и они в принципе в свою финскую культуру скопировали очень много шведского. Это, кажется, самая важная причина. А что касается венгров, эстонец, финна, понимает, финны эстонца, понимает, поэтому ясно, что мы родственные. И карелов, и вепсов, я понимаю, но венгры не понимают, что говорит хант или манзи. Они далеки и культурно очень отделены. У них по культурной части действительно с Турцией больше общего, чем с ближайшими языковыми родственниками хантами. Не кажется ли вам, Андрес, что все-таки и конгрессы, и сама идея финно-угорского сотрудничества играли исключительно положительную роль в внутрироссийском пространстве, потому что они показывали, что российские финно-угры в некотором смысле имеют такую опосредованную поддержку западных партнеров, их проблемы не будут незамечены или проигнорированы, они не затеряются только во внутрироссийском контексте, и поэтому в этом безусловно идея и практика финно-угорского движения имеет положительное значение. Если какие-то идеи утопические или гигантоманские какой-то единой банковской сети не реализовались, может, и ничего страшного. Но вот эта идея того, что мы все не одиноки, и у нас есть друзья-партнеры за рубежом, у которых может быть иной взгляд, которые имеют доступ к другим институтам и могут в том числе влиять из-за рубежа, но на мой взгляд, она достаточно полезна оказалась в исторической перспективе. Как считаете вы? Конечно, для меня я считаю, что это движение, финно-угорское движение, важнее для самосознания финно-угор России, намного больше, чем конечно, это, конечно, повлияло и на статус этих народов в России, но не в такой мере. И, конечно, это важно и для этих наших эстонских, например, активистов или тех, которые интересуются своими финно-угорскими корнями, своими финно-угорскими родственниками. Это придает нам самобытность. Мы не просто какие-то странные восточные европейцы, нет, мы финно-угоры и гордимся этим. Сейчас существуют международные финно-угорские организации. Мафон существует, кажется. И, в принципе, никто и не ликвидировал консультативный комитет финно-угорских народов. Потом есть некоторые, вот не знаю, существуют ли они сейчас уже, некоторые профессиональные организации. И некоторые организации, которые международные, но не охватывают всех народов. Например, Совет коренных народов Баренцева региона, например, по-моему, существует еще. Куда входят и веб-пси, и коми, и самы, четырех стран и так далее. Спасибо за вашу лекцию, за ваши ответы на вопросы. Судя по всему, наверное, мы будем заканчивать вопросы. Закончились, если что, пожалуйста, можно написать нам на почту, задать вопросы лекторам, мы их передадим, получим ответ, отправим вам обратно. Спасибо за внимание. Всех поблагодарить, всех, кто сегодня был на наших двух лекциях. Спасибо вам за ваш интерес к нашему курсу, за вашу последовательность, преданность нашему курсу. Мы вам очень рады. Спасибо большое нашим лекторам, спасибо вам, дорогие слушатели, и тогда до скорых встреч на наших мероприятиях. Спасибо, до свидания. Аджич Латач. Спасибо. Спасибо.